Приветствую Вас, друзья! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Внутренняя перевязка угла. Какова она должна быть? Многие ставят вот так, просто вот так. Поставили два камня и все, они стоят. Как же нужно правильно перевязывать? Сожмите вот так руку свою, вот так. Вот это и есть угловая перевязка. Они друг друга держат. То есть в шахматном порядке все должно входить вовнутрь. Смотрите, этот камень входит, этот выходит. Потом верхний ряд, этот камень входит, этот выходит. Потом еще верхний ряд, этот входит, этот выходит. То есть все очень просто, вот она перевязка. Пойдемте, я Вам покажу еще на столе. Вот смотрите, если мы поставили один камень, вот этот мы поставили. Я его сейчас расклею, чтобы он более-менее ровно стоял. Второй камень. Он держит перевязку. Вот он, второй камень. Видите? Вот внутренний угол, как у меня получается. Посмотрите, как он идет вовнутрь. Вот этот выходит. Потом следующий камень идет вовнутрь. Вовнутрь. Здесь камень выходит. Вот выходит. И следующий камень идет здесь перевязка. Вот он. Слева входит. Справа выходит. Справа входит. Справа входит. Слева выходит. Понимаете, о чем я говорю? Итак, перевязка внутреннего угла только вот такая будет правильная. Она не будет правильной, если Вы начнете выгадывать как-то вот так. Если Вы где-то начнете камень экономить или еще что-то. Видите? Поставлю вот так, и у тебя перевязка появилась. Поставь сверху камушек и у тебя появилась перевязка внутреннего угла. Все очень просто. А теперь давайте другое. Почему я снимаю вот этот видос? Это ошибка, которая допускается всегда. Здесь даже неправильно сделано. Видите? Этот вовнутрь и следующий вовнутрь. А уже следующий пошел с этой стороны вовнутрь. То есть перевязка входит. Смотрите. Этот наружу. Этот должен входить. Входить. Этот должен входить потом. Все вот эти ошибки везде существуют. Так это у нас существует. А вот в мастеровке, который еще без того опыта, хотя ему 10 лет проработать на стройке, но он вот этих правил может и не знать. Больше всего, что я всегда работал. Я работал по 12 часов. И тот опыт, который я получил от тех дедов, на которых я работал, которые стояли. То есть в Греции, если ты работаешь, над тобой обязательно кто-то стоит. И вот когда над тобой кто-то стоит, они же тебе подсказывают, вот там ты неправильно, вот тут ты неправильно, вот здесь ты немножко притормозил, а там наоборот газанул. И вот за счет вот этого я сейчас вам рассказываю. Поэтому я скажу очень просто. Если вы хотите чему-то научиться, у вас есть прекрасная возможность учиться, пока я даю эту возможность. Потому что никто на Ютубе не рассказал эту тему. Никто не рассказал о тех мелочах, о тех нюансах. И даже ваши книги не все опишут то, что нужно. Поэтому я рассказываю как могу. Но я всегда вижу себя, как я кладу камень. Где допущена ошибка, где не допущена. И иногда бывает, что мастер вложен на автоматизме, и он допускает ошибки. И очень важно нам позволять другим людям учить нас, каменщиков. Тогда мы становимся профессиональными мастерами. Если ты не научишься слышать, если ты не научишься слушать, толку с тебя не будет. Все. Мастера, стройте из камня. Зарабатывайте. Зарабатывайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Я дам.